Слушайте, это случилось, в России начали говорить о отключении интернета вообще, причем нас уже хотят отключить не у нас кто-то в России хочет отключить нас от интернета, а уже наши иностранные, я не знаю как сказать, союзники хотят нас отключить от интернета, которые пользуются газом и так далее и тому подобное. У меня, конечно, есть предположение о том, что это как бы нагнетается обстановка перед отключением ютуба, чтобы намекнуть, что отключение ютуба как бы, ну как бы пугали-пугали отключением интернета, а отключили всего лишь ютуб, да, то есть такое часто бывает из-за меньше, пугают большим злом, чтобы сделать меньше, но это только предположение, я не знаю, это мое предположение. Ну что же, давайте прочитаем статью. Эксперт рассказал про последствия отключения России от интернета. Эксперт Месоедов заявил, что при отключении интернета возникли проблемы с рядом с сайтом. Директор компании IT-резерв Павел Месоедов рассказал про последствия отключения России от интернета. Его слова передает агентство Prime. Месоедов заявил, что отключение интернета это трудоемкая задача. Информация передается через точки обмена интернет-трафиком, которые обслуживаются как государственными, так и независимыми частными компаниями. Если отключить эти точки обмена, то могут возникнуть проблемы с рядом сайтов и остановить работу многих серверсов. Например, системообразующих, банковских и социальных. Эксперт считает, что объективной причины для отключения России от интернета со стороны международных партнеров нет. Однако, если это случится, то для трафика останутся другие маршруты через альтернативных операторов и иные страны. Он отметил, что большинство государств имеют свои сервисы с интернет-сервисами и своей частью глобальной паутины. В случае Российской Федерации, такой частью глобальной паутины является, например, Рунет, где адреса сайтов пишутся на кириллице. Многие из этих сайтов полностью локализованы и хранят как пользователи, так и технический контент внутри России, пояснил Месоедов. Ранее сперпрофессиональной безопасности Алексей Лукацкий назвал россиянам способ обезопасить себя при использовании VPN. Он заявил, что следует самостоятельно установить VPN, чтобы не стать жертвой мошенников хранить конфиденциальностичные данные. Фух, друзья, что хочу сказать. Напомню, что использование VPN в России, даже запрещенных, допустим, инстаграмов и так далее, других сервисов, ну, по крайней мере, про инстаграм, не является противозаконным конкретно. Если кто-то пользуется, они могут пользоваться через и VPN, и VPN тоже можно пользоваться. Соответственно, что еще можно сказать, что добавить, я не знаю, но вот видите, причем, получается, сейчас начали говорить всюду, пихивать информацию, что отключают интернет, а хотя никто из западных, значит, партнеров, так сказать, об этом не заявляет вообще. Немного, конечно, странно, потому что вот огромное количество конфликтов было, да, вроде и на Донбассе, и никто не вопил, и там, допустим, значит, Азербайджан отжал, значит, у Армении там территорию, и никто никого не отключал, и немного странно, конечно, мировое сообщество реагирует, или США сколько раз устраивали различных, там, миротворческих, так сказать, в кавычках, миссий, и тоже опять ничего не происходило, почему так, почему именно с Россией вот такое происходит, я лично не знаю. Значит, друзья, вот, собственно, и все, я не знаю еще, что добавить, что сказать, ссылку на новости, естественно, размещу в описании, всего доброго, всем пока, до свидания.